Завоевать мир Пришел я изначально в конце второго курса, именно на учебную практику на основках ЧПУ. И у меня сходу началось все поучаться. Я начал смышлять в этом, в программировании, в самом изготовлении деталей. И мне это понравилось. И мне предложили, не хочешь ли ты поучаствовать в Роскилсе. То есть на тот момент я еще не знал, что это впервые слышу. Меня уже заинтересовало. Думаю, надо поучаствовать, почему нет. И начал готовиться в колледже. То есть я готовился и уже тогда, то есть в полную неделю приходил с утра и также уезжал вечером. Я сам не ожидал. То есть началась моя компетенция называться. Я стою, сборная вокруг меня, поддерживают, обнимают. Смотрю, третье место, ну не я. Второе тоже не я. И думаю, ну наверное, блин, точно первое. Может я, может и нет. И полностью обняк настал. То есть я ничего не понимал. Вот тут первое место называют меня. Называют или написано где-то было? И называют, и написано. И у меня резкие всплески эмоций. То есть и рад, и все. После чемпионата Михаил теперь помогает своим сокурсникам работать на специальном оборудовании. И даже преподает свой курс. Здесь студенты имеют доступ к станкам. То есть вот к токарному и фрейдерному станкам с ЧПО. До этого они сначала изучаются на компьютерах, в симуляциях таких станках и в программах. Да, эти компьютеры, в принципе. Именно в симуляциях и программах, которые позволяют обработать и вообще создать деталь какую-либо в 3D-моделях. Он вращается и он снимает материал. А там инструмент, можно сказать, неподвижный, а вращается именно на сама заготовку. В колледже на станках изготавливают копии деталей, как и на чемпионате. Компьютерная программа позволяет не тратить много времени на их обработку. Есть вот такие детали, которые представлены на конкурсе. Она для отработки твоих навыков, чтобы ты потом мог в дальнейшем на производстве, при виде какой-либо другой детали, ты мог понимать, как ее изготовить, какие могут с ней сложности возникнуть и как лучше правильно подойти к ее обработке. Научиться работать на этом устройстве можно любому студенту технического направления за 5 месяцев. Положский государственный колледж вступил в это движение WorldSkills одним из первых. И мы уже с 2012 года. Это движение настолько стало интересным, что если раньше мы сами выбирали студентов и рекомендовали им участвовать в WorldSkills, то со временем, например, в прошлом году студенты уже сами записываются. Мы понимаем, что это совершенно другие требования к подготовке наших рабочих, мастеров и так далее. То есть это те ребята, которые уже по своему уровню будут соответствовать абсолютно другим стандартам. Все это работает на повышение статуса среднего профессионального образования. По словам организаторов, тем, кто прошел региональный и национальный этапы чемпионата, вручают Skills Passport. С ним шансы найти хорошую работу в технической отрасли и иметь достойную зарплату повышаются. Победителей ждет финансовая поддержка. За первое место участник получит миллион. Михаила ждет новый мировой этап чемпионата. И цель – идеально и без малейших трещинок – отточить деталь перед строгим жюри. Валерия Куценко, Сергей Баскин. События.